приветствую дорогие друзья меня на канале сегодня у меня для вас очень интересный и вкусный рецепт выпечки из вишни в данном случае у меня будет шпанка шпанка гораздо вкуснее вишни и мясистая она такая вся для начала берем небольшой кошек и кладем сюда значит сливочное масло можно взять маргарин и шоколад это кладем на очень умеренный огонь чтобы не подгорело нам нужно растопить эти два ингредиента работаем над шпанкой просто удалим водоножки и косточку вот таким приспособлением в моем случае на одну порцию мне понадобится 200 грамм шпанки или вишни у нас на канале мои хорошие есть очень хорошие достойные вашего внимания рецепты из шпанки или вишни все что мы готовили я оставлю под этим видео ссылки там у нас и компот и королевское варенье и цукаты и конфитюры и так далее и тому подобное все это очень вкусно и рецепты знаете как я люблю говорить навсегда теперь мои дорогие возьмем два средних яйца желательно чтобы все ингредиенты были комнатной температуры на яйца добавим сахар ванилин ванильный сахар и взобьем до бела до пышности как всегда замечательно теперь продолжаем сюда вводить сметану жирность не имеет никакого значения как вы есть возьмите еще раз перемешаем теперь возьмем отдельную миску и сюда добавим 3 столовые ложки такой хорошие горкой муки а также крахмал и я вам рекомендую выпечки использовать всегда кукурузный крахмал добавляю также разрыхлитель чайную ложку с горкой на кончике ножа или ложки добавим корицу корица подчеркнет вкус этих всех ингредиентов но вы ее чувствовать не будет теперь все это просеиваем введем в общую массу рассеяли и хочу ваше внимание обратить сюда мои дорогие многие из вас наверное просеивают разрыхлитель вместе значит с остальными продуктами мукой там сыпучими да и видимо вот эти крупинки которые не просеиваются не проходят через сито выбрасывают а что здесь вы спросите посмотрите в комочках это мои дорогие лимонная кислота которая содержится в разрыхлителе на то он и разрыхлитель а мы с вами просеиваем и выкидываем так что в принципе я вам рекомендую разрыхлитель не просеивать сюда же добавляю коньяк одну столовую ложку и уже венчиком перемешиваем а теперь вводим аккуратно шоколад а сливочным маслом все хорошо перемешиваем вот такое красивое тесто у нас с вами вышло мои хорошие посмотрите льется образует небольшую горку и расплывается мукой это тесто забивать не нужно добавляем теперь подготовленные ягоды вместе с соком которые они выделили перемешиваем теперь возьмем любую форму как видите у меня разъемная форма 25 сантиметров и теперь эту красоту отправляем выпекаться в заранее разогретую духовку под 180 градусов 30 минут в моей духовке проверяла на сухую шпажку значит и чтобы пирог был вдвойне вкуснее я приготовлю глазурь быстренько здесь у меня 50 грамм сахара и одна столовая ложка с горкой какао добавляю 3 столовые ложки вот так аккуратно молока кладу на огонь и все время перемешиваю до первых бульканьев пошли бульканье в этот момент добавляю буквально вот чайную ложку сливочного масла выключаю огонь все и глазурь готова пирог получается не слишком конечно же высокий потому что продуктов маловато можете приготовить двойную порцию на армяноязычном своем канале готовила такой же рецепт только добавляла значит в кексовые такие одноразовые формочки тоже получается очень хорошо и деткам так больше понравится я думаю а так можете приготовить двойную порцию или взять просто форму поменьше таким образом добавим глазурь шоколад и вишни эта песня такую красоту я вам сегодня дарю мои дорогие и вы посмотрите это глазурь это все так подчеркивает вкус пирога ну очень вкусно это очень вкусно бисквит просто тает вот такой бисквит все спасибо что были со мной смотрели это видео и надеюсь приготовить и отправить на мой инстаграм-канал фото и скажите как вам рецепт дамы очень вкусно встречи дамы очень вкусно Продолжение следует...